Верхотурское духовное училище — единственное из 23 духовных училищ Русской Православной Церкви, которое находится на территории мужского монастыря. Воспитанники не просто изучают здесь основу богословских наук. Для большинства годы в училище — это проверка своего характера, веры и правильности выбранного пути. Церковнославянский язык — предмет достаточно сложный, требует внимания, устичивости и терпения. Поэтому после урока советуют преподаватели лучше переключиться. На несколько минут перемены сменить вид деятельности с умственной на физическую или вспомнить занятия в музыкальной школе. Благо синтезатор, как и теннисный стул, тоже рядом. Гитара, теннис, клавиши — всё, как у сверстников-одноклассников. С ними воспитанники училища встречаются три раза в неделю. Когда приходят на уроки в Верхотурскую среднюю школу номер два. Постальное время — напряжённые учебные будни в духовном училище. Четыре пары практически ежедневно. Потом самоподготовка. Кроме того, послушание у каждого своё. Мобильный телефон для связи с домом и выхода в интернет — два часа вечером, когда основные дела уже позади. Если учесть, что воспитанники духовного училища — подростки, можно представить, как такой строгий режим им даётся и как они смиряют свою гордыню. Я бы назвал их элитой, потому что сюда, конечно, их не загоняют ни родители, сюда они идут по своей собственной инициативе. И в этот тяжелейший период юношества, с 15 до 17 лет, провести не где-нибудь на дискотеке юность, а провести в мужском монастыре, конечно, это действительно маленький подвиг. В Верхотурское училище стремятся молодые люди из разных уголков России, от Магадана до Калининграда. Выдерживают вступительные экзамены, принимают строгие требования к обучению и проживанию. Понимают — всё это исключительно для укрепления их духа и подготовки к будущему служению. Случайных ребят в училище нет. Все пришли сознательно, но каждый своим путём. У Максима Ибрагимова из Тюмени был выбор — стать мусульманином, как отец, или православным, как мама. С рождения мама меня кормила своим молоком, с православным, и я начал принимать её веру, потому что это любовь в первую очередь. Кирилл Хронов из Курганской области начал ходить в церковь вместе с родителями и в какой-то момент понял, что хочет попробовать себя в качестве панамаря. Сказал об этом папе, отец разрешил. И, как выяснилось, поступил мудро и прозорливо. В детстве, когда начал панамарить, что-то прям так меня захватило. Эта мечта — стать священником, я не знаю, я почувствовал какую-то тягу к этому. Родители сына поддержали и тогда, и теперь, когда Кирилл решил продолжить образование в духовной семинарии. Любит, уважает моё решение, и все поддерживают абсолютно вся родня, что это решение. В июле прошлого года Священный Синод принял решение преобразовать духовное училище в автономную православную мужскую гимназию на территории Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Это не закрытие учебного заведения, а просто продолжение его деятельности в новом статусе. Весь цикл богословских предметов, как и уровень их преподавания, сохранится неизменным. Почти все идут, и, как правило, нашу Катеринбургскую семинарию. И, насколько я знаю, там они на особом счету, в Верхотурсов семинарии, потому что они очень много уже знают из богословия и очень много умеют. И за время обучения в училище не только не изменили своему желанию принять священство, а укрепились в нём.